МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рейды по злачным местам. Рязанские полицейские вовсю шерстят и горные притоны, и нелегальные питейные заведения. Онлайн для Ильи в 56-й рязанской школе прошел необычный урок. К вам госпожа министр Вероника Скворцова, возглавляющая российский Минздрав, приезжала с деловым визитом на рязанское предприятие. Ну а теперь расскажем обо всем подробно, как говорят школьные учителя своими словами. Очередного спиртоноса призвали к ответу рязанские полицейские. 38-летний дядя в селе Дядьково наладил продажу крепких напитков. Винную лавку разместил под рукой, фирму зарегистрировал на дому. Очень удобно, что и говорить. Знай, полеживай на диване, принимай деньги в форчику, обратно выдавай разнолитражную посуду с пойлом и все дела. Правоохранители выяснили, что документов на торговлю у делового человека нет, а значит, закон был попран. Весомо, грубо и зримо. Действовал деляг масштабно. У него изъяли аж целую тонну разных напитков со всеми признаками контрафакта. Другое направление работы полиции – проверки деятельности распивочных заведений. Как известно, на разных уровнях принят целый ряд законов, устанавливающих строгие ограничения в этом деле, но такого рода юридическое просвещение владельцы наливаек не любят. Нарушаются законы напропалую. Рассказывает Оксана Тебенихина. Кафе «Катюша» располагается в микрорайоне Конищева. Там тепло, уютно и недорого. Завсегда-то и рюмочные любят это место и проводят там много свободного времени. Но, как говорится, каждому свое. Только есть важное обстоятельство – наливайка работает незаконно, без лицензии на продажу алкоголя. И полицейские частенько заглядывают в заведение, чтобы проверить необходимые документы. У нас на постоянной основе проходят рейдные мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере родичной продажи алкогольной продукции. Каждый день у нас проходят такие мероприятия. Каждый день выписываются... Штрафы, да, алкоголь изымается, часть алкоголя на проверку. Данная статья – это нарушение иных правил родичной продажи алкогольной продукции. Предусматривает ответственность от 5 до 10 тысяч. Каждый день сотрудники полиции выходят в рейд по местным распивочным. Работа у них такая. И с годами меньше ее не становится. Изворотливым предпринимателям проще выплатить мелкий штраф, чем приобрести годовой абонемент на официальную продажу алкоголя. Так что вновь мы имеем пример того, как беспомощно законодательство перед обстоятельствами. Тем более, когда пресловутые обстоятельства приносят серьезный доход. Сегодня в 56-й школе Рязани прошел необычно открытый урок с визитацией министра образования Елены Буняшиной и депутата областной думы Александра Ральгейзера. Дело в том, что здесь действует проект по поддержке ребят с ограниченными возможностями. Так, например, Илья, одноклассник ребят, на чей урок пришло начальство, в силу обстоятельств не может посещать школу. Зато у него появилась возможность присутствовать в классе виртуально и учиться вместе со своими друзьями только в режиме онлайн. На необычном уроке был Глеб Галушкин. В гости к девятиклассникам 56-й школы пришли представители власти. Региональный министр образования Елена Буняшина и депутат Рязанской областной думы Александр Ральгейзер. Тема открытого урока касалась русского языка. Накануне в России отмечали 200-летие с момента рождения великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Впрочем, и потом это сами признали высокие гости. Школьники в интеллектуальном плане сейчас весьма развиты, потому и темы общения не ограничивались лишь литературой. Ребята активно спрашивали министра образования про сдачу единого государственного экзамена. Обсуждали со взрослыми и политические вопросы, касающиеся недавнего присоединения Крыма к России. В 56-й школе уже сейчас внедрили новый проект. Это дистанционное обучение ребят с ограниченными возможностями. Девятиклассник Илья теперь слушает объяснения своего учителя через сеть интернет в прямом эфире. Специальную видеоаппаратуру помогли установить рязанские предприниматели. Для ребенка очень важно общение. Общение не только со взрослыми людьми, но и со сверстниками. Вот Илья теперь такую возможность получил. Ребята без сомнения, конечно, ходят к нему и домой, но это не бывает так часто, поскольку класс выпускной. Но на уроке вы видели сегодня это общение, оно может быть. Илья отвечает как настоящий ученик, присутствующий в кабинете. Ну и ребята иногда даже спорят с ним или помогают в решении каких-то задач. Дистанционное обучение помогает, по словам регионального министра образования Елены Буняшиной, в социализации детей с ограниченными возможностями. Родителям тяжеловато иногда такое решение принять, но мы считаем, что это социализация и ребенка. И это, я думаю, позитивно влияет на понимание жизни, на то, что надо протягивать руку другому рядом человеку для ребят, которые сегодня в классе. Для людей с ограниченными физическими возможностями, и это ни для кого не секрет, весьма непросто передвигаться по городу. По этой причине посещать учебные заведения даже по месту жительства им трудно. Дистанционное образование в какой-то мере снимает некоторые барьеры. Люди с ограниченными возможностями не замыкаются в себе, а активно участвуют в жизни общества. Сегодня во многих странах проводилась акция под названием «День возвращения к жизни». Звучит тревожно, но на самом деле все вполне позитивно. Ежегодно 16 октября волонтеры-активисты проводят ликбезы по правилам и способам оказания первой помощи людям, внезапно испытавшим сердечный приступ. Нередко эти знания и впрямь помогают пострадавшему или больному человеку вернуться обратно в этот мир, уже, казалось бы, ступив по тому самому таинственному тоннелю, о котором рассказывает народ, вернувшийся из клинической смерти. Этот «День возвращения к жизни» проходил сегодня в Рязанском государственном медицинском университете с подробностями Олеси Харлина. 16 октября во многих европейских странах проводится «День возвращения к жизни». Это массовая акция, участники которой могут получить главные навыки оказания первой неотложной помощи. И впервые в этом году она прошла на базе Рязанского медицинского университета. Более, чем половина людей, у которых остановилось сердце благодаря вашим действиям, могли бы жить. Поэтому и слоган нашего мероприятия сегодня в двоих руки могут спасти жизнь любимого человека. Сначала пульс или дыхание, сильно давить или не очень, бежать за подмогой или спасать самому. Миллион вопросов, и все они только усугубляют положение пострадавшего. Даже на манекенах страшно сделать что-то не так. Ведь помимо «золотого часа» есть так называемые первые пять бриллиантовых минут. За это время необходимо восстановить пострадавшему проходимость дыхательных путей, начать проведение сердечно-люгочной реанимации и остановить массивное артериальное кровотечение. Человеческий организм – система живучая. Главное, не перепутать последовательность действий. Этот манекен очень жестительный, сам был себе, этот Максим. Поэтому, насколько усилия, не нужно. Для студентов-медиков такая акция тоже в новинку. Главная цель – информирование и обучение населения и привитие культуры первой помощи молодому поколению. Кстати, вот уже третий год на базе Рязанского медицинского университета функционирует уникальный центр симуляционного обучения. В палатах только манекены, но болеют они так же тяжело, как и люди. И операции им делают не менее сложные. Новейшее оборудование позволяет видеть весь процесс в виртуальной среде. Закуплены аппараты по сшиванию сосудов. Максимальный приближек реалистичным, где находятся так называемые пациенты-манекены в палатах, на которых можно отработать и простейшие навыки по уходу, и простейшие медицинские манипуляции сестринские, и довольно-таки сложные манипуляции, например, натренировать врача-хирурга, или интерны, или студенты, которые планируют заниматься хирургией, лапароскопическим манипуляциям. Аудитория всегда полна, и мы видим горящие глаза и заинтересованные лица, которые хотят получить эти навыки. Но все-таки на медиков надейтесь, а сами не плашайте. Кто знает, вдруг ваш товарищ неожиданно подавится за обедом, или во время купания нахлебается воды. В этих случаях главная реакция. Если человек без сознания, он не дышит и сердце не бьется, хуже мы не сделаем. И вновь о высоких визитах. Вчера в Рязань приезжали министр здравоохранения России Вероника Скворцова и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов. В сопровождении рязанского губернатора Олега Ковалева гости осмотрели предприятие «Форд». Продукции завода понравилось Веронике Скворцовой. То, что мы увидели, сказала она, нас, безусловно, очень радует. Это замечательный завод, который выпускает вакцины широкого спектра, в большом объеме, фактически по потребностям всего нашего населения. Без помощи исполнительной власти Рязанской области это производство создать было бы невозможно, подчеркнула Вероника Скворцова. Журналисты спросили ее и про возможность поддержки строительства в Рязани новой больницы скорой помощи. Она заявила, что регион может рассчитывать на поддержку Минздрава Российской Федерации в этом вопросе. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемизов отметил, что для расширения производства «Форд» есть все возможности. Есть поддержка рязанского губернатора, с которым мы работаем в тесном взаимодействии, в том числе и в решении кадровой проблемы, привлекая выпускников Рязанского медуниверситета, подчеркнул он. Сергей Чемизов высоко оценил проект создания в Рязанской области фармацевтического кластера. Это правильная идея, мы будем ее поддерживать и реализовывать, сказал гендиректор госкорпорации. В свою очередь губернатор Олег Ковалев сообщил, что рязанские власти обсудили перспективы строительства второй очереди предприятия. В перспективе на базе предприятия «Форд» планируется открытие научного центра, который в том числе будет заниматься биотехнологиями. Безусловно, очень актуальный вопрос, и особенно импортозамещение иммунобиологических препаратов, которые не просто вводятся отдельным нашим людям, а фактически вводятся целому пласту популяционному, то есть большим группам нашего населения, до 60% всего населения. Поэтому значимость того производства, которое мы сегодня посетили, ну, трудно переоценить. Почему важно это сегодня? Потому что это, будем говорить так, лекарственная безопасность государства. И безопасность государства против возможных вирусных таких эпидемических заболеваний. И поэтому эта тема, она сегодня имеет особое звучание. И, безусловно, мы также обсуждали и с Сергеем Викторовичем и другие вопросы. Мы обсуждали вопросы, у нас очень много предприятий «Ростех» находится здесь. И поэтому в личной встрече мы обсудили ряд вопросов, связанных с функционированием, развитием Скопинского автобиатного завода, «Эластика» и других предприятий, расположенных на территории Рязани. Сегодня рязанские полицейские сообщили о закрытии еще одного игорного притона в московском округе нашего города. Интересно, что законспирировался подпольный клуб в помещении, пустовавшем после изгнания из него запрещенной забегаловки распивочной. Вот уж поистине гнездо порока. Глеб Галушкин расскажет подробности о пришествии справедливых и беспощадных органов правопорядка к нарушителям. Незаконный игорный клуб располагался в помещении бывшего кафе в московском районе Рязани. Меры конспирации были традиционными для такого бизнеса. Попасть в клуб могли лишь известные работникам казино клиенты. Впрочем, полицейские в это увеселительное заведение нагрянули внезапно и пресекли азартную деятельность. Работник клуба почти на глазах у оперативников попытался выбросить ключи, с помощью которых снимают кассу, таящуюся в металлическом чреве одноруких бандитов. Однако полицейские проявили бдительность и разоблачили игорного активиста на месте. С девушкой просил. Просто? Нет, играла. А девушка играла? Ну, играла. Не знаю, убей 500. Все? Не успела больше, выпал нагли. Всего полицейские из этого притона изъяли 12 аппаратов. Сейчас стражи порядка выясняют, кто является владельцем игрового оборудования. Далее о погоде, которая вроде бы должна была вскоре измениться, но никак это самое вскоре не приходит. Чему горожане, по правде говоря, только рады. Жаль расставаться с теплом, жаль прощаться с бабьим летом. Но с другой стороны, пора бы и зимние вещи встряхнуть. Тем более, что кто-то и новый подкупил, покрасоваться хочется. О том, чего нам ждать от природы в ближайшие дни, расскажет Оксана Тебенихина и дежурный синоптик Рязанского гидрометцентра Дарья Ромашкина. Можно сказать, что осенний сезон 2014 удался. Погода побаловала нас солнышком и относительным теплом. Но, к сожалению, все хорошее имеет свойство рано или поздно заканчиваться. И мы, дорогие рязанцы, настоятельно советуем вам морально и физически готовиться к резким похолоданиям. Уже в выходные столбик термометра опустится аж на 10 пунктов, а ночью и того ниже. В пятницу, 17 октября, ожидается облачно с прояснениями. Также небольшие осадки, но уже в виде дождя и, возможно, с мокрым снегом. В связи с понижением температуры уже возможен гололед и на отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха ночью 1,6 градусов тепла, днем всего лишь 3,8. Но унывать не стоит, ведь пасмурные деньки сменят легкие морозы. Еще немного и землю покроет первый белый снежок. Он принесет совсем другое настроение. Думайте о хорошем и пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно. На этом мы завершим обзор событий дня сегодняшнего. И после короткой паузы переместимся в студию программы подробности. Сегодня у нас в гостях партийцы, либерал-демократы, координатор регионального отделения ЛДПР Денис Никитин и, самое что ни на есть, новый рязанский депутат Государственной Думы Александр Шерин. Так что не прощаемся надолго. До встречи в подробностях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА